И я вас категорически приветствую, Алексей. Я вас приветствую категорически, не менее категорично. Привет. Привет. Что у нас сегодня? У нас сегодня очень хорошая музыка. Но я хотел бы начать с того, о чем мы говорили, если мне память не изменяет, в программе про Джона Леннона или даже где-то в чем-то раньше. Я говорил про историю с Джорджем Харрисоном на Брайтон-Бич. Где он на кого-то посмотрел. Да. Со значениями. Вот мне прислали уточнение. Мой товарищ из Нью-Йорка прислал мне документальное подтверждение этой истории. Я зачитаю просто тогда. Давай, давай. Интересная штука. Леша, хотел немного уточнить историю про Джорджа Харрисона. Я-то ее хорошо помню и знаю. Продавец дисков на Брайтоне тоже Саша из Новороссийска. Почти наш ровесник. Торговал он в основном контрафактными дисками. Пиратскими. Я сам возил в Америку пиратские диски в свое время. Но я их не продавал. Я их раздаривал друзьям-меломанам. Потому, что... У меня есть знакомый музыкант, который из Америки возил деньги в мешках. Диски все-таки дорогие. А я привозил штук 50 пиратских дисков. И все были счастливы. Причем та же самая музыка, которая там продается везде. Только не за 12-15 долларов, а даром. Одна тебе просто. А Саша торговал на Брайтоне этими дисками. Торговал он в основном контрафактными дисками пиратскими. В тот день недалеко от его лотка остановилась большая дорогая машина. Из нее вышел дядя. С двумя, как стало сразу понятно, телохранителями. Этот мужчина подошел к лотку и стал рассматривать диски. И спросил, есть ли альбомы Битлз. Саша ему говорит, что есть очень хороший двойной сборник. Пиратский. Но мужчине не понравилось это выражение. Хороший сборник. И он сказал ему, что у Битлз все альбомы были хорошие. И не было плохих. И недобро посмотрел прямо Саше в глаза. И тут Саша понял, что перед ним Джордж Харрисом. Он ничего не купил. Резко вернулся к машине. И они уехали. Саша был в шоке. Он же был битломан. К вечеру ему стало очень плохо. Сильная головная боль, тошнота, головокружение. Все это Саша мне не раз рассказывал в деталях. И такое состояние непонятное продолжалось у него почти полторы недели. В последнюю ночь он почувствовал, что его отпустило. Боль и головокружение вдруг ушли. И он вырубился спать. Наутро проснулся свежим и бодрым. И прочитал, что в эту ночь умер Джордж Харрисом. Проанализировав все эти события, прочитав в газетах о последних днях и передвижениях Харрисона, Саша понял, что Харрисон возвращался из клиники на Стейтен-Айленде и уехал в аэропорт Кеннеди, откуда улетел к себе, где и скончался через полторы недели. Узнав эту историю, я посоветовал Саше записать все подробно на диктофон, пока все сохранилось в памяти. Что он и сделал. И я посоветовал отправить кассеты Колю Васину в Питер. Что он и сделал. А уж получил ли Коля эту кассету, неизвестно. И еще уточнение. Я тоже этот маршрут проследил. Узнал название клиники, где он лечился последние недели. Стейтен-Айленд-Юниверсити-хоспитал. 17 ноября 2001 года его лечащий врач-онколог Джилл Ледерман из этого госпиталя сказал, что ему надо возвращаться домой. И тогда его забрали. Харрисон лежал не в самом госпитале, а в съемном доме рядом с госпиталем. Повезли в аэропорт Кеннеди. Как ты сам помнишь, этот хайвей проходит мимо Брайтона. Зачем-то Харрисон решил там остановиться. Может быть, на самом деле купить какой-то альбом бетловский, чтобы послушать в самолете. Ведь до Лос-Анджелеса лететь 5 часов. В 2001 году еще не было айфонов и всяких стриминговых сервисов. Как Саша вспоминал, он предложил ему этот сборник. На что Харрисон ответил, что плохих сборников у бетлов, что таких сборников у бетлов не было. И плохих песен у бетлов нет. Саша ответил, что это хороший сборник. И Харрисон это вывел из себя. Пиратский сборник. Да еще и продавец говорит, что сборник хороший. Саша раздраженно ответил ему, что у бетлов все альбомы были хорошие. Саша с изумлением увидел, с кем он разговаривает. Тут было два момента. Шок от встречи с бетлом. И последующая наступающая сильнейшая головная боль. Как только они уехали. К вечеру ему стало совсем плохо. Продолжалось с 17 ноября до 29 ноября. Когда в ночь с 28 на 29 Харрисон скончался в Калифорнии в доме своих друзей. Вот что делает музыка с людьми. Хочется подытожить этот рейтный рассказ. Жалко, что помер. Все, конечно, помрем. Но кумиров жалко. Я не прочитал там финал. Сейчас я еще найду. Если интересно. Если это интересно. Можно как угодно трактовать. Но это факт. Что произошло тогда. Что это был гипноз, проклятие, раздражение умирающего человека, обладающего негативной силой. Хрен его знает. Но история такая была. Я сам вообще-то не подвержен вере в какую-то мистику и прочую хрень. Но в этом случае думаю, что все-таки именно что-то связанное с владением негативными силами языческого культа Кришны, которому поклонялся Харрисон. И портреты которого он попросил повесить в комнате, где умирал. И общался с этими портретами. А это уже известный факт. Его друзья, у которых в доме он умирал, об этом говорили. Да и в сети много инфы о последних днях Джорджа. Кришна серьезный. Я когда-то, помню, услышал о существовании секты свидетелей Иеговы. И немедленно организовал свою секту, оперу полномоченных Кришной. Потому, что Кришна фиолетовый. И ему все фиолетово. Ну, да. У меня есть друзья и свидетели Иеговы. Все они живут уже за пределами нашей страны. Ну, у нас-то не прижилось. Не прижилось, как-то не улиглось. Забавно выглядело, что при советской власти-то они все по лагерям обитали. Известные, активные. Да, да. И у них у всех и в лагерях в наличии был журнал «Сторожевая башня», по-моему, называется. Ну, я не в курсе. Советская власть закончилась. Все оказались хорошими, как ты понимаешь. Все развернули кипучую деятельность. И вот опять почему-то нет. Свет меня все время удивляет. Чего-то колбасит туда-то сюда. Подколбашивает. Ну, вот. От Джорджа Харрисона и Кришны плавно перейдем к такой штуке, которая называется джаз-рок. Так. Джаз-рок. Я только одну команду знаю. Какую? Чикаго, конечно. Чикаго. Чикаго я принес с собой. Ты наверняка знаешь и «Блад Свитен Тирс» еще. Название. Команду, да. Ну, там пару композиций известнее. В Советском Союзе выходил «Миньончик» такой. Там, по-моему, по одной песне было или по две. «Блад Свитен Тирс» и «Чикаго» на зоне группы «Кровь, пот и слезы», которые очень любили упоминать в Советском Союзе. Такое название говорящие. Как группу, которая, да, так сказать. Остросоциальный заряд. Остросоциальное. Что-то борется. Кровь, пот и слезы. Причем как это уложить в борьбу, я не очень понимаю. Что это? Видимо, что-то про рабство. Ну, что-то про рабство. А если черные, то точно. Ну, черные там появились, но не сразу. В этом коллективе. Меня всегда, ну, не всегда, точнее, последние пару десятилетий меня удивляет вот это деление меломанов, отношение к джазу вообще как-то к дудкам, к духовым секциям. Мы любим рок, мы любим джаз. Я не понимаю, не вижу разницы вообще, потому что и то, и другое музыка, и то, и другое... Есть в этом что-то подростковое? Несет эмоциональный заряд и оказывает эмоциональное воздействие. Мы тут металлисты, и поэтому ходим, бьем рэперов. Что такое джаз? Джаз, на самом деле... Что такое рок, что такое джаз? Вот на мой взгляд, я недавно для себя сформулировал, что джаз это и есть рок, собственно говоря. Только не так сыгранный. Сыгранный, неважно как, но рок в смысле... Камень, в смысле скала, в смысле грубый, в смысле такой резкий и тяжелый. Джаз музыка грубая вообще-то, на самом деле. Мне кажется, у нас тут вот с этим термином есть непонимание. Рок, он же от рок-н-ролла. А это качаться и крутиться. Там не про камень. А вот в русском языке рок. Нет, но рок, если переводить рок, это уже не качаться, крутиться. Это уже рок. Это же сокращение. Тяжелая музыка. А, я тебе другое скажу. Это точно так же, как popular music. Popular music. Она поп. Конечно. И когда известный Юрий Шевчук борется с попсой, то это что же получается? Ты борешься с популярной музыкой, ярким представителем, который... Бьется он сам с собой. Ну, если... Ну, это я так. Если говорить о роке, как о роке, как о грубой, жесткой, царапающей, ранящей скале, то джаз в чистом виде это тот самый рок и есть. Потому, что я повторюсь, что музыка грубая достаточно. Очень много джаза есть такого вылизанного, чистенького, то, что называется, академического и стерильного. Есть, безусловно. В любом стиле есть музыка такая, есть музыка сякая. Но, в принципе, изначальный джаз – это грубое наплевательство на все правила. В общем-то, когда берется произведение конкретное, написанное Гершиным, и из него черт знает, что вытворяется из этой штуки. При этом это интересно и здорово, и мастерски сыграно. Никакой фальши. Но это абсолютный разнос произведения, куда ты хочешь просто. Как написано, так и снято, как в кино говорят. Я хочу так сыграть. Меня понесло в эту сторону, в это направление. При этом это удивительным образом сочетается с невероятным качеством игры. С уровнем игры музыкантов, которые не всегда есть в рок-музыке. То, что называется. Виртуозность. Виртуозность, да. Известная фраза же есть, что те, кто не умеет играть джаз, идут играть в рок-группы. Это мне напоминает все время, знаешь, как у американцев есть такие гитары специальные с лампочками. Где тебе аккорды лампочками. А ты все время пальцами лампочки закрываешь, и получается хорошая музыка. Так вот, играть надо так, чтобы на лампочки-то не смотреть. Только тогда можно сказать, что ты уже научился. Когда ты не смотришь, тогда ты можешь какую-то там музыкальную мысль выражать, не глядя на лампочки. Вот кто на лампочки не смотрит, те уже в джаз могут идти. Да. Может быть, люди, которые предпочитают рок-музыку и отрицают джаз, их останавливает ограниченная тембральная составляющая, ограниченное количество тембров. То есть, дудки, дудки и барабан. И все. И больше ничего. А что еще слушать? Вот только вот это. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, чем дальше, тем глубже, что называется. Чем дальше, тем интереснее слышать в этих дудках невероятную свободу и такую музыку, которую в рок-группе, в общем-то, и не услышите никогда. Там такой не бывает. Там такой не бывает. Такой свободы, такой фантазии невероятной. Таких откровений, таких поворотов, таких открытий. Я бы, с твоего позволения, еще опять от себя тены добавил. Есть группа «Ласковый май» с песней «Седая ночь», под которую все безумно пляшут. Я не помню такой песни. Молодец. Все безумно пляшут, скачут и все такое. Но, каким бы странным для граждан не показалось, этим музыка не ограничивается. Есть и другая. Вот это для плясок, а это не для плясок. Это послушать, например. А слушать очень и очень интересно. Да. При том, при всем я рок-музыку безумно люблю. И я ее слушаю не один десяток лет, и не два, и не три. И даже не четыре. Во как. Вот. И с позволения сказать, немножко ее знаю уже. Потому, что знать ее хорошо невозможно. Поскольку групп десятки тысяч существует только зарегистрированных. Зарегистрированных. То есть, входящих в британскую энциклопедию рок-музыки, например. Начнешь читать, смотреть. Десятки тысяч. Бездны. Бездны натурально. И все они разные. Как и люди. И все играют что-то свое. Ну, за исключением эшелонов попсовых разных коллективов. А попсовые коллективы – это и тяжелый рок, и то, что называется софт-рок. Софт-рок, термин, который я ненавижу вообще, что такое софт-рок – это мягкий рок, мягкий камень, это какой-то глинистый холмик по сравнению с вершинами, грандиозными, со скалами, там, Лед Зеппелин, Роллинг Стоунс и всех остальных. Это какие-то... А тут мягкие. Мягкие холмики какие-то такие болотистые. Кучки, да. Софт-рок. Кучки. Кучки. Поэтому группы, которые играют так называемый софт-рок, например, там Eagles или кто-то еще, это никакой не софт-рок, это просто кайфовая музыка, хорошие песни. Я никогда не употребляю этот термин. Софт-рок. Какой-то вонючий. И сразу кучки приходят. Софт. Но вернемся к джазу. Так вот, рок-музыка, она же так же, как и джаз, она безумно интересна. И это выход энергии. Это было модно. И, в общем, и сейчас модно. И это отдельный мир совершенно. И музыканты, которые занимались джазом, тоже интересовались рок-музыкой. И начинали играть рок-музыку, используя те навыки, те инструменты, на которых они учились, которыми они владеют и которые они любят. И никто не виноват, что человек учился играть на тромбоне, а любит рок-музыку. Он не виноват. Ну, что, ну, будем слушать тромбониста, который играет рок-музыку. Как, не знаю, уместно назвать группой, неуместно, это апокалиптика или как? Где они там сидят на виолончелях? Why not? Как говорится. Тоже интересно послушать. Я был на концерте Элтона Джона. Немножко в сторону. Уйдем. У нас в Ледовом дворце, кажется, когда приезжал Элтон. И начинал он концерт с того, что вышли два паренька с виолончелями. Не из апокалиптики, другие какие-то ребята. И стали играть классический рок-произведение. Такое начало концерта просто. Интро. Поиграли они минут десять, наверное. Залу очень понравилось. Все аплодировали. Но стоит рояль, стоят барабаны. Все ждут Элтона Джона. Вышел Элтон Джон. Говорят, вот эти молодые ребята, которые сейчас перед вами играли, они кайфовые. Я с ними езжу в туре уже. Они забиты уже в тур. Все время меня сопровождают. По двум причинам. Во-первых, они очень хорошо играют. И отличные ребята. А во-вторых, они очень дешевые. Подбодрил пацану. Не надо разогревающую группу какую-то дорогую брать. Айра Смит. Зачем? Два парня с аланчелями открывают концерты. Кайфово. Так вот, о дешевых изящно я туда сверну, что джазовые музыканты никогда много не зарабатывали денег. Так же, как и блюзовые, кстати говоря. Единицы есть. Можно пересчитать. На двух руках хватит пальцев, чтобы пересчитать джазовых и блюзовых музыкантов, которые вышли на высокий финансовый уровень. Получали такую серьезную материальную отдачу. И вот эти парни с трубами, с тромбонами, они не очень-то сильно, не очень-то шибко зарабатывали все. Кстати говоря, очень хороший пример есть с господином Манфредом Мэном. С Марком Лейбовицем. Который играл в Англии, уехав из ЮАР. Играл джаз. Но джазом, ему было не очень-то хорошо прокормиться. Денег хватало, но только-только. Тютелька в тютельку. И тогда Манфред Мэн решил играть ритм и блюз. Или просто блюз. У него была группа. Они начали играть блюз, но блюз играть не умели совершенно. Это разные вещи. Я много раз пытался играть блюз. Вообще русским людям не посоветую этим. делом заниматься. Хотя каждый волен делать все, что хочет, безусловно. У Сереги Чигаракова ловко получается. У Сереги получается ловко. Но у него все равно русский блюз. У него не американский. И тогда Манфред Мэн познакомился с парнем, которого звали Пол Джонс. Не Джон Пол Джонс. Другой Пол Джонс. Певец блюзовый. Который прекрасно знал блюз. Прекрасно пел черные стандарты. И образовалась группа Манфред Мэн Бэнд. Которая стала записывать альбомы. Пять альбомов они, по-моему, записали до того, как уже ушли в другую сторону. Пять альбомов чистого ритм-эн-блюза британского. Это, к слову, о финансовой отдаче джаза. То есть, у Манфреда Мэна с джазом не покатило. Только Пол Джонс его спас. И вывел на сцену на более-менее большую. Я принесу какие-нибудь ранние пластинки Манфреда Мэна. Мы их посмотрим. Поговорим о них. Разберем то, что называется. У меня страны вообще. Разбор. Разбор. Разбор чего? Чего мы разбираем? Мы о них разговариваем. Мы о них болтаем просто. Да. Вот. И... В общем-то, подходим мы к тому, что я тут притащил. Это история обратная. Получается. Получается, обратный реверс. Такая блюзовая группа The Blues Project, которую я как-то приносил, по-моему, один раз. Когда мы о блюзе говорили, о чем-то там еще. Не помню. Я тоже не помню, приносил или нет. Blues Project. Такой коллектив изумительный. Очень эклектичный. Они играли и чистый блюз, и чистый рок, и джаз, и психедилио, и все-все, что угодно здесь намешано в этой пластинке. I Can Keep From Crying. Первая песня. Чистый ритм и блюз. Бескомпромиссный абсолютно. На второй стороне открывашка Wake Me Shake Me. Тоже чистый ритм и блюз бескомпромиссный. А между ними какой-то хаос полный. Причем круто все сыграно. Здорово сыграно. С флейтами, с гитарными соло, с психоделическими звуками. Но полный какой-то винегрет. Хотя музыканты очень сильные. Двое из этой удивительной команды. Blues Project. Эл Купер и Стив Катц. Гитарист Эл Купер. Клавишник и певец Стив Катц. Гитарист и певец. Они из группы этой ушли. И образовали коллектив, прославившийся в нашей стране под названием СССР. Своим протестным названием кровь, пот и слезы. Меня в плане русского языка всегда изумляет. The Blues Project Projections. То есть, это проект. Проекции. По-русски проект. Это хорошее слово. А прожект. Прожект. Отрицательное. Какое-то унизительное такое. Прожектер. Человек-прожектер. Значит, фантазер. Пустой. Абсолютно такой. Манилов. Маниловщина такая. Прожектер. При этом проектор, который показывает что-то на стенку, это одно. Именно изображение проектора проецирует. А прожектор, который просто светит светом, это другое. Хотя, на самом деле, одно и то же. Странно. Слова гуляют в языках. Так-так. И Эл Купер вместе со Стивом Катцем привлекли чудесного барабанщика Бобби Коломби и из четырех человек духовую секцию, в которую входил Рэнди Брейкер, знаменитый трубач, впоследствии. И вышло у них в 68-м, мелким шрифтом, просто я не помню по годам, на самом деле, уже не помню, когда что выходило. В 68-м году вышел первый альбом, который массы народные удивил сильно, потому что никто ничего не понял. С одной стороны, это духовая секция из четырех человек. Саксофон, труба, флюгерхорн, труба, еще одна и тромбон. Мощнейшая пачка, как называется, духовых. А с другой стороны, это блюзовые музыканты, роковые музыканты, которых все знают по Блюз Проджект, которые играли массу концертов. И все говорят, это рок или не рок, или что это, или джаз. Совершенно непонятно. При этом Эл Купер, лидер этого замечательного коллектива на тот момент времени, обладал чрезмерной фантазией, хотя чрезмерной фантазии не бывает, грандиозными амбициями, любопытством и желанием завоевать весь мир, помимо основного желания записать своего сержанта Пеппера. Это хотели все абсолютно. А чем он им так нравился? Слушай, вот ты как человек знающий. Вот что такое сержант Пеппер явил собой? Потому, что все время говорят, что он такой рубеж, такой майлстоун, после него все стало не так. Что ж там такое было? Какой я знающий? Я такой же, как все болваны. Я извиняюсь. Такой же, как все знающие. А в комментариях там такие знающие люди, что я вообще прячусь под стволом. Не, но бывают хорошие. Бывают, бывают. А ты пишите, парни. Все здорово. Никого не хочу обидеть. Всех люблю. Я серьезно. В прошлой программе мы говорили, что каждый день мы видим ангелов. Просто не узнаем их в лицо. Мы все хорошие ребята. А сержант что? Это просто эклектичный очень альбом, который собран в единое целое и называется страшным словом концептуальный. Хотя умные люди говорят, когда тебе приносят какой-то материал, литературный, художественный, кинематографический какой-нибудь, и это полное говно, чтобы не обидеть человека, говорят, ну, это концептуально. Как-то раз был я на острове Тенерифе, испаноговорящем, на Канарах, и там все какие-то церкви, все с кругом какой-то сплошной концепцион. Что за концепцион? Оказалось, что это зачатие. Ух, там про непорочное первое слово забыл, но тоже смешно все это звучит. Ну, концептуально, что значит, что какая-то единая концепция заложена в этом альбоме, значит, какое-то единое послание. Никакого послания в «Сержанте Пеппере» я не вижу, честно говоря, единого. То есть, есть... Если бы меня спросили, что там концептуального, я бы сказал, что песня «The Day in the Life» последняя, вот она концептуальная, да. Остальное как-то песни и песни. Но сделано все, тем не менее, как единое целое, все собрано, все одно в другое перетекает, и все абсолютно разное, как калейдоскоп такой. И таких альбомов действительно не было. Альбомы до «Сержанта» это были... Набор. Сборник песен. Набор написали, 12 песен. Вот у нас есть материал. Давайте выпускать альбом. И выпускаем альбом. Ну, и от своего позволения, так сказать, группу Pink Floyd, которую обсуждали. Вот альбом «Animals». Недавно, кстати, у него тут 45-летие было. Ну, вот. Единая концепция. Например, концептуального альбома. Собаки, свиньи, овцы. «Animals» – да. Это единое послание такое. Это одна песня из нескольких частей, условно говоря, из разных. Абсолютно на одну тему. Стена, там все вот это. Это все концептуальные альбомы. Да. «Сержант» же нет. Он совершенно другой. Это просто калейдоскоп такой яркий, невероятный, которого, я повторюсь, не было до сей поры. Но не говоря о том, что это гениальные песни, гениальные музыканты, гениальные композиторы. Люблю. Отлично. Да. Я все. Все себя сниму, последнюю рубаху, и продам задорого. Это все. Потом куплю себе новое. Так. Так вот. Всех охватила вот эта мания попробовать себя в своем собственном «Сержанте Пеппере». И Эл Купер здесь наворотил, конечно... Боже мой, чего? Начинается с... То есть, тут и симфоническая музыка, тут и джаз, тут и рок, тут тебе и все, и все, и все. Но насколько все хаотично и странно... Авертюра. Ну, авертюра почти симфоническая. Почти какая-то такая грандиозно-академическая, оркестровая. При этом с психоделическими какими-то уже криками. Какими-то звуками. Какими-то... Там вот это все. Так. И что же будет дальше? И дальше уже какие-то песни. Ни с того, ни с сего начинаются. После такого вступления. Какие-то дудки, да. Эл Купер поет песню Тима Бакли «Morning Glory». А петь Тим Бакли – это совершенно невероятный вокалист. Не знаешь, ты не слышал его Тима Бакли? У него весьма странные песни. В основном они печальные. Но он вокалист с умопомрачительным диапазоном, с умопомрачительным голосом. И лучший комплимент для Роберта Планта, например, местами похож на Тима Бакли. Местами. Местами, да. То есть, это вот диапазон. Вот какой-то такой. Вообще совсем. Но у него очень сложные песни. Очень сложные мелодические построения. Тяготение к джазу в вокале. Причем к джазу не как у Фрэнка Синатра, а к джазу такому джазу космическому какому-то совершенно. И надо быть очень отчаянным, конечно, парнем, чтобы петь Тима Бакли Элу Куперу. У него голос такой есть, но такой молодежный. Молодежный голос. Как это в наших руках шутят? Голос у вас небольшой, но достаточно противный. У него такой непротивный, молодежный, такой хороший. Голос, петь песни. Да, все здорово. Но на Тиму Бакли замахиваться, конечно, это было сильно. Вокальный анекдот. Похабный рассказать? Да. Алло. Алло. Это академический кор? Да. Вам нужны басы. А у вас что, бас? Да. Скажите что-нибудь погрубее. Идите нахуй. Ну, вот примерно так. Хотя все профессионалы, все профессионалы, все играют от души, но полный хаос. Хотя пластинка пользовалась популярностью хорошей. Принесла деньги коллективу, имя, известность и все такое. Но очень странный альбом. Хотя очень удачная пластинка. Крайне удачная. Крайне удачная. Но странная. Хотя очень интересная. Не похоже ни на что. А это главное. И не похоже ни на что. Не просто взяли какую-то хрень, сыграли. А сыграли очень качественно. Чисто здорово. И не похоже ни на что. Ну, вот ты говоришь там про это, здесь вот про это. То есть, очевидно, даже не слушая, что гражданин-создатель фонтанировал идеями. Просто столько в нем всего было. Ему столько хочется сказать, сыграть и показать. За что я был уволен после записи этого альбома. Фонтанируй в другом месте. Его друзья Стив Кац и Бобби Коломби, основатели коллектива... Не выдержали. Не выдержали. Сказали, что... Эл, дорогой, не лучше ли тебе заняться сольным творчеством? Потому, что... Ну, это чересчур просто. Ну, видимо, опять-таки, как положено, творцу такого калибра тянул одеяло на себя. Название. Это не разогнал. Ну, не то, что тянул одеяло на себя, а заставлял всех остальных играть какие-то невероятные вещи. Делать то, что ему хочется. Хотя, так, на сегодняшний взгляд, ничего такого невероятного особо здесь нет. Потому, что мы слушали уже столько всякого разного, что... Ну, да. Как бы так. Да. Да. Ну, Эл Купер, надо сказать, не... Я думаю, что он озлобился, конечно, уйдя из группы, которая приносит определенные доходы. Ну, так хорошо получилось успех. Явно благодаря ему. А вы меня поперли. Явно благодаря ему, конечно. Но уж слишком он был крут. То есть, Италия для нас двоих слишком мала. Я рассказывал эту историю? Это мой знакомый редактор одного издательства и директор этого издательства вдвоем поехали в командировку в Италию. Через два дня я на Невском встречаю редактора. Одного издательства. Да. Говорю, Леша, а ты чего здесь? Ты же в Италии. А он такой опухший немножко. Глаза слезятся. Говорит, ты знаешь, оказалось, что для нас двоих Италия слишком мала. Отлично. Эйл Купер, озлобившись, все-таки записал своего сержанта Пеппера. Так. Это его первый сольный альбом после выхода. Стэндалон. Да. И действительно получилось, надо сказать, действительно получилось. Пластинка, на мой взгляд, поинтереснее, чем первый альбом Blood Sweat and Tears. Хотя совершенно другая музыка. Совершенно другая. Он играет здесь песни Стива Винвуда. Из группы Traffic играет много чего. И тут уже такая настоящая бетловщина. В смысле бетловской психоделики. То есть, как сержант, Медикал Мистер и Тауэр и прочие берут уходы в то симфонизм, то в гитарные дела. Масса всяких наложений, всяких голосов детских, взрослых и прочее. И очень мелодичные песни. Очень здорово. То есть, Элл Купер все-таки... У него много пластинок. Не много, но у него штук шесть, наверное, пластинок вышло у Элла Купера. Сольных. Они все не так интересны, как первая. Там просто хорошие песни. У него голос, как я уже говорил, такой молодежный, приятный, симпатичный. Вот тот самый... Это не софт-рок вот этот. А просто хорошая музыка. Но не сказал бы, чтобы звезд с неба там нахватал с этими записями. Но вот этот Аистен Делон очень хороший альбом. То есть, такой вакханалии, как в этом, уже не было. А тут такая не то, чтобы вакханалия, а просто очень красивая пластинка вот от начала до конца. Такая она как раз вот. Она в отличие от первого альбома была «Свитен Тирс», она собрана. Она логично выстроена. Подозреваю, что там так называемого продюсера не было, а тут уже был. Кто-то уважаемый его приводил в чувство. Ну, я думаю, что да. Потому, что когда человек уходит из группы, судьба его... Не завидна. Не завидна всегда. Будь ты Полом Маккартни, будь ты Джоном Ленноном, кем угодно. Будь то Робином Трауэром, когда он ушел из Прокол Харум и записал первый альбом. Гитарист, да? Прокол Харум. Прокол Харум уже был Прокол Харум. Уже White Shade of Pale – это мировой хит. Все это до сих пор. Раз – все. Печать поставлена. Это суперглупо. А Трауэр ушел и думал, что тоже. Ну, я Робин Трауэр. Причем это не последний далеко гитарист. Мы про него обязательно поговорим потом. Когда-нибудь. Он записал первый альбом. Очень хороший гитарный. С вокалом, со всеми делами. И он обошел все студии, существующие в мире, с этой пластинкой. Несмотря на то, что я Робин Трауэр, я Прокол Харум. Как-то так было не очень удачно все. Но потом он пристроил все-таки свою пластинку. И дальше пошел в рост уже. И стал, не скажу, что суперзвездой. Но среди любителей блюза гитарного и рока гитарного это имя, конечно, ого-го. Среди меня тоже. В том числе. Это вот все время удивительно. Ты знаешь, пока не было интернета, все было крайне непросто. Куда-то проникнуть, куда-то пролезть. Как-то там с кем-то договориться. Это ж отдельные от музыки навыки. Я вот играть хорошо умею. А с вами с козлами общаться, в общем-то, не хочу. Потому, что вы все время про деньги и какую-то фигню. А я про высокое. Пропали эти. Появился интернет. И стало можно творить самостоятельно сколько хочешь. Так творцов теперь стало столько, что из общей массы не выпрыгнуть. Удивительно. Жизнь устроена. А они, значит, без него далее, да? А они без него далее, да. Они все поменяли. Взяли новых людей. В частности, парня из Канады, который является, наверное, олицетворением группы Blood Sweet and Tears Дэвида Клейтона Томаса на вокал. Кстати, к слову о Проколхарум голосом очень похож на Гарри Брукера. Когда Дэвид Клейтон Томас в свое время, через некоторое время ушел из Blood Sweet and Tears после четвертого альбома, встал вопрос о вокалисте. И насколько я знаю, я где-то слышал, не знаю, правда это или неправда, они хотели Гарри Брукера привлечь в Blood Sweet and Tears. Гарри Брукер отказался. Потому, что у него... Я и без вас справлюсь с нашим делом. Как писали Эльф и Петров. И записали они вот этот второй альбом Blood Sweet and Tears, который называется просто Blood Sweet and Tears без номера. Который уже, в общем-то... Извините, они что-нибудь говорят, откуда они название это взяли в Советском Союзе? Я не знаю. Потому, что я про это могу вспомнить только одно. За точность цитаты не ручаюсь. Когда Черчилль перед войной толкал какую-то речь для соотечественников, что грядет война. И я вам ничего обещать не могу. Кроме крови, пота и слез. Очень может быть. Очень может быть. Хорошо говорил. Я Черчилля, к сожалению, своему не читал. Я очень хочу... Да сволочь. Еще та была. Очень хочу почитать. У меня есть книжка. Как я воевал с Россией. Но я еще не начал ее читать. Даже не слышал про такую. А я принесу. Покажу. Или дам просто почитать. А все равно, пока я до нее дойду, я не знаю. По сути дела, абсолютное продолжение первого альбома. Только уже осмысленное. Без безумного полета фантазии Элла Купера. А уже крепко, отрепетировано. Там тоже отрепетировано. Но здесь отрепетировано так, что отброшено все ненужное. Уже все понятно. И мощнее раз, конечно, в десять. Ну, и голос Клейтона Томаса он прошибает напрочь. Просто он таким ревом, брутальным орет, поет и интонирует. Полный кайф. На самом деле, очень хорошая пластинка. Вариации на темы Эрика Сати. Пожалуйте, тебя. Начинается все. Смайлин фейзис. Пфейзис. Точнее, проявляется уже Клейтон Томас. Спиннин Уилл. Хит. Песня, которая вытащила уже группу на другой уровень совсем. То есть, первая пластинка просто была хорошая. Всем понравилось. Спиннин Уилл. Это уже в чарты. Это уже везде, везде, везде. Это уже домохозяйки слушают. Успех. Это успех. Если девочки слушают, и домохозяйки варят кофе под спиннин Уилл, это уже все. Но при этом это никакая не домохозяйки на попса, а очень крутой рок в смеси с джазом. Тем самым с мощнейшей духовой секцией. С дудками. Много народу, да. Народу много. Кстати говоря, о неприятии дудок. Я помню времена СССР, когда вокально-инструментальному ансамблю, официальному, обязательно нужно было иметь духовую секцию. Всяким самоцветом, веселым ребятам и прочее. Это коммунистическое правительство требовало, да? Министерство культуры требовало, да, чтобы была духовая секция. Бездуховой секции ансамбль – это не ансамбль. Я не очень понимаю, почему. У меня есть подозрение такое... Надо было всем работать где-то. Музыкантов готовили много, а играть негде. Надо было всем работать. Мне кажется, что... Наверное, это не так, конечно. Но это мое личное мнение, что люди, которые заведовали филармониями, куда устраивались на работу все вокально-инструментальные ансамбли, они же все работали... Они устраивались в какую-нибудь областную филармонию. А филармония им устраивала уже гастроли по стране. И люди, которые сидели в этих филармониях, директора, как правило, я думаю, что они считали, что вот эти парни с гитарами просто... Это как Том Йорк сказал, что «anyone can play guitar». На гитаре может играть каждый. Это любой гопник тебе на гитаре играет. Это несерьезно все. А духовик – это уже человек в любом случае с образованием. Это уже серьезный музыкант. Это уже человек со слухом, с образованием, знающий ноты. И как ты гитарист не пышься, что ты тоже ноты знаешь, мы тебе не верим. Ты все равно дворовая шпана. А вот этот парень с тромбоном, вот он уже... Как бы все с ним можно разговаривать. О диезах, бемолях. Музыкант. Ну, это музыкант, да. И вот эти пять человек с трубами, они в любом случае спасут вашу вот эту гитарную хрень. Они все равно сыграют хорошо. Поэтому филармонический ансамбль будет с пятью, шестью, семью трубами. И вас подтянут. И вас подтянут, да. Если что. Может быть, с тех пор это идет неприятие духовых инструментов. Может. Но в целом-то это... Мне кажется, что это некий стереотип. Вот здесь гитары должны быть. Ну, максимум клавишные добавятся. А вот дудка это какой-то... Клавишные желательно. Причем не фортепьяно, а какой-нибудь синтезатор. Чтобы... А вот все остальное чуждо. Есть стереотип, как в группе Deep Purple. Вот есть там клавишные у Джона Лорда. И будьте любезны соответствовать. А иначе не считается. И никаких тромбонов. Тромбон сразу все уничтожит. Придет тромбонист и все испортит сразу. Потом вышел третий альбом. Естественно, хорошую историю рассказывали. Вышел первый альбом, потом вышел второй альбом. Потом вышел третий альбом. Двигаемся по хронологии. Да. Очень интересно. Все с тем же составом. Что удивительно, потому что через группу Блад Святен Тирш прошло человек... Я не скажу 50, но человек 25 прошло точно. Проблемы были у них. Хайди Хо. Знаменитый сингл. Знаменитая такая песня. Которую тоже все домохозяйки. Хайди Хо. Хайди Хо. Милый Хайди Хо. После Хайди Хо здесь правда... The Battle, которую поет Стив Каттс, а не Дэвид Клейтон Томас. Драматичное такое, драматическое произведение. И Люкреция Мак-Ивелл с гитарными, соло долгожданными. Все рокеры вздохнули с облегчением. Что Блад Святен Тирш все-таки это джаз-рок. Это не просто джазюга какая-то такая попсовая. А все-таки джаз-рок. Все-таки здорово. Ну и Symphony for the Devil, Sympathy for the Devil. Симфония на тему песни The Rolling Stones, спетая Томасом невероятно. Просто адский рок какой-то. При этом это симфония. Это с оркестровкой, с духовыми, со всеми делами. Ну такая вот симфония на тему этой песни. И это очень круто. Вторая сторона открывается вот этой симфонии. И без Стива Винвуда тоже не обошлось. 40 тысяч. Headman последняя песня. Это группа Traffic. И в общем очень удачная пластинка. Одна только вот эта Symphony for the Devil. Sympathy for the Devil. Она сразу продает альбом. Да. Народу много. Мгновенно. Народу много. Да. И такой бенд кормить, конечно, большая проблема. Тем более все с инструментами. Все их таскают. Все это возить надо. Это песня так называется. Лукреция Мак-Ивол. Да. Что за фамилия? Мак-Ивол. Я такой не знаю. Ну это уже адский рок. Несмотря на то, что это джаз-рок. Такой плотняк. Такая, я повторю, это слово пачка. Когда вместе дуют все. Сметает все на своем пути. Духовые инструменты сметают гораздо сильнее, чем все гитары вместе взятые. Потому, что когда четверо духовиков одновременно начинают играть, все гитаристы разбегаются сразу в сторону. Это они в луже отражаются. Взрослые люди. Так. В 71 году пошло дело дальше. Go down gambling появилась песня. Уже совсем рок-перерок просто. Дэвид Клэйнтон Томас тут и на гитаре сыграл. Невероятное соло какое-то адское. И спел зверским голосом. Но на этой прельси первая сторона пластинки заканчивается. Потому, что дальше идут Cowboys and Indians. И John the Baptist. И про Баптайст. И прочее прочее. Лиза, listen to me. Какие-то совсем домохозяйские такие произведения. Но, наверное, для Америки это было хорошо. Потому, что это очень хорошо все продавалось. Ну, вторая сторона зато дала рокам. Тут Highland Mountain, Стива Катца. Две песни Стива Катца подряд. Valentine's Day. Сразу. То есть, если первая сторона, она такая домохозяйническая, то вторая сторона дала по шарам. Как следует. Как следует. Но что-то к этому Томаса не устраивало в этой истории? А еще раз можно развернуть. Разворачивал ее? Такая вот красивая. Да. Такие всадники апокалипсиса просто. Тут для нынешней молодежи не понять, насколько круто и дико круто выглядели тогда все обложки. Когда это попадало в руки, можно было неделю сидеть, разглядывать. Настолько круто. Ну, Дэйс Клэйтон Томас после этой пластинки ушел из группы. Так же, как и Эл Купер в свое время. Но Клэйтон Томас, ему тесновато было, мне кажется. Просто уже в этом коллективе он настолько был востребованным вокалистом и любимым массами певцом со своим низким, таким зверским голосом, который мог от ярости роковой, от тяжелого рока переходить в лирические какие-то вот эти усю-сю песнопения, абсолютно разноплановый такой певец, что решил заняться сольной карьерой. И занялся с переменным успехом. Первый альбом у него очень хороший. Покруче местами даже, чем Blood, Sweet and Tears. А потом как-то все пошло опять в усю-сю. И потом он вернется в Blood, Sweet and Tears. Мало того, что вернется в Blood, Sweet and Tears. После нескольких пластинок. После того, как он вернется, Blood, Sweet and Tears выпустит с ним еще пару альбомов. Распадется совсем. Вообще все разойдутся в разные стороны. А Дэвид Клэйтон Томас организует Blood, Sweet and Tears. Свой. Станет там главным. И будет уже гастролировать. С Блэк Джеком. Гастролировать. Как будто бы Blood, Sweet and Tears. Но вы, парни, отдохните. А я набрал здесь ребят, которые умеют играть. И с ними у меня свой Blood, Sweet and Tears. То ли он выкупил... Я не знаю, как там с правами было название. Название же тоже является объектом авторского права. И принадлежит очень часто... Опять вернемся к горячо любимой группе Pink Floyd. Где Гилмор, Мейсон и Райт. А у нас теперь Pink Floyd. А Уотерс там на ушах бегал по всем судам. Запретить гастролировать под таким названием. Потому, что Pink Floyd это я! Кричал Уотерс. Был в общем-то прав. Сам себя-то он Pink Floyd почему-то не называл. Название стоит денег. Название приносит доход. Приходит публика, платит деньги. Ну, возможно, они как-то юридически это дело оговаривают. Ну, наверняка оговорили. Вы с этого долю получаете. Раз он гастролировал. На афише было написано. Blood, Sweet and Tears, and David Clays and Thomas. Это к вопросу о том, как существует группа, в которых не осталось ни одного оригинального участника под тем же названием. Жестокий мир Чистогана. Жестокий мир Чистогана, да. Название принадлежит компании, которая собирает музыкантов. Я ходил на группу Slate в Ледовый дворец, например. И как? Там никого нет вообще? На группу T-Rex я ходил в Ледовый дворец. Там-то давно все умерли. Там барабанщик. Остался барабанщик. Причем не из первого состава. Я не помню, как его... Я кроме Марка Болана никого не знаю. А группа Slate вообще удивительная была. Я, кстати, там пару лет назад Дэйв Хилл, это который так постриженный был, помнишь? На гитаре играл. Он какую-то книжку сочинил. Я все хотел купить, прочитать. Но так как-то забылось. Видимо, всех разоблачил, поскольку никто с ним не дружит. А в группе T-Rex пел вокалист из группы Saxon. Любимой многими металлической группы. В этом воплощении T-Rex, которые приезжали рубить капусту в Ледовый дворец. Для них это было, конечно, откровением. Потому, что такую группу T-Rex, где нет ни одного участника, из одного клуба в другой, на корпоративные вечеринки какие-нибудь, только в Англии и в Америке. Нет, для них тут отличные деньги. А тут им Ледовый дворец. Конечно, ребята ошалили. Играют все то же самое. Все так же, только без Марка Болана. И все, конечно, тухло, неинтересно. Без выдумки. И без выдумки. Ну, Клэйтон Томас ушел. С ним ушла куча народа. Остались Бобби Коломби и Стив Катс. Отцы-основатели. Собственно, два человека из первого состава остались в этой пластинке, которая называется «Новая кровь. Нью Блад». Свежая. Очень хороший альбом. Многие любители «Бладсвитн Тирш» считают, что «Бладсвитн Тирш» – это Дэвид Клэйтон Томас и все. Вот он ушел, а дальше пошла хрень полная. Ничего подобного. Просто совершенно другая музыка. Хотя тот же джаз-рок, те же трубы, все тромбоны, все дела. Но это уже такой в сторону фанка уход. В сторону каких-то вменяемых таких более или менее коротких песен. Очень крепких, очень хороших. И вот эту пластинку можно купить даже ради одной песни, которая называется «Alone», где сыграно соло на тубе. Которое меня вынесло. Я никогда не подозревал, что на тубе можно сыграть такое соло-роковое причем. Туба – это духовой инструмент. Самая большая труба. Не самая большая. Бас-геликон еще есть. Обычно туба самая большая. Что странно, туб – это труба просто. Бас. Бас. Суровый бас. И соло на тубе такое. Роковое. Это рок-чистая песня «Alone». Это рок. Соло на тубе. Ради одной песни. Тут все хорошие, все интересные. Фанк, кто любит, это то, что надо для любителей фанка. Но вот с соло на тубе здесь, конечно, все. Главный козырь. На гитаре все соло слышали. Все умеют играть практически. Любой гопник со двора тебе возьмет и соло на гитаре сыграет. Наверное. Я не знаю. Я не слышал ни разу, как гопники играют соло на. Это я шучу. Но тем не менее... Могу не держаться. А кто пел-то в группе «Слейд» вместо «Холдера»? Кого они там пели? Слушай, а я не знаю. Я вот про «Терекса» запомнил, что из «Эксона» вокалист. А в группе «Слейд» я не помню, кто пел. Ну, кто-то какой-то певец. Какой-то певец. Совершенно верно сказал, что вокалист – это лицо группы. Да. И если это не он, то как-то даже и непонятно. Ну, уже да. Ну, а потом как раз уже пошла какая-то странная такая ипостась. Две пластинки «No sweet». То есть, без пота. Не потей. Не потей. И музыка соответствующая. То есть, артисты не потеют, когда играют. Хотя сидят в бане явно. Ну, вот они в бане потеют. Партисты. Нет, ты видишь, они и в бане не потеют. Они и там, в общем, не потеют. Ну, и музыка такая тоже, что она вроде как и быстрая, вроде как и громкая, вроде как и заводная. Но все это с приставкой «вроде как». Формально, да. Формально быстро, формально звонко, громко. Все играют, все, так сказать, держат ритм, свингуют. Но абсолютно никто не потеет при этом. И название провальное абсолютно, на мой взгляд. Так же, как и, собственно, ну, как корабль назовешь, так он и поплывет. Не потеем, значит, не потеем. Записали еще одну пластиночку. Нормально. И то же самое с пластинкой «Mirror Image». Та же самая история. Абсолютно не потея. Все профессионалы. Все круто владеют инструментами. Вот и черный паренек. Сыграем это, сыграем это. Сыграем что-то другое. Без проблем. Сыграем что-то другое. Заплатишь, спляшу на капоте, как говорят таксисты. Все крепко, все здорово. ОТК все пройдет. Никакой фальши нигде нет. Все звенит. Все записано идеально. Все кристально. На радио отправили, покрутят на радио. Потому, что абсолютно бесполая, политкорректная, чистая, профессиональная, выполненная, выполненный продукт. Я бы даже не говорил, что это музыка какая-то. Крепкий, хороший, профессиональный продукт. Но не цепляет. Не стыдно в приличном месте эту группу увидеть на сцене. Но не цепляет. Не цепляет. Не настоящая. После чего как-то очухались, видимо. Очухался, собственно, Бобби Коломби. Потому, что он один здесь остался из коллектива. Стив Катс уже давно отвалил. Остался Бобби Коломби. Пришедший в себя. Встретившись с Дэвидом Клейтоном Томасом. И худо-бедно, но... Давай-ка тряхнем старинку. Худо-бедно, но Нью-Сити все-таки вернулись к изначальному зверству. А зверство там было. На первых четырех альбомах. Несмотря на вот эти усю-сю баллады, которые там в изобилии представлены. Зверство рок-н-ролльное там было в избытке. Это очень хорошие пластинки. Первые четыре была. Цветы Интерс. Замечательные. Вот на Нью-Сити они к этому вернулись. Но не совсем. Все равно. Уже запал не тот. Годы уже не те. Хотя про годы... Я бы... Я зря сказал про годы. Потому, что годы в рок-н-ролле не играют никакого значения. Но запала уже, видимо, не было. Гормон не бурлил. Гормон не бурлил. Коммерческая деятельность многолетняя. Уже все привыкли, что нужно писать хиты. Нужно попадать в чарты. Нужно на радио. Туда-сюда попадать. Вот эта коммерческая история. От которой Джон Леннон сбежал, как мы говорили в прошлый раз. Она давлела все равно. Она в голове все равно сидела. И поэтому такого отвяза уже здесь нет. Хотя тот же самый Дэвид Склэйтон Томас. Тот же самый Бобби Коломби. Барабанщик очень крепкий. Все остальные музыканты без вопросов. Но это лучше, чем два предыдущих альбома все равно. Это как, помнишь, в Большом Лебовском. К чему стремиться? Все вершины взяты. Все враги повержены. Чего куда? Именно так. Именно так и есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok